В год по два новых этажа. В гостинице Барнаул несколько лет ведут капремонт, заменяют коммуникации, проводку, накануне обязательной звездной классификации. Работы как нельзя кстати, говорит Сергей Воронов. Он и раньше ориентировался на уровень четырех звезд, а теперь придется лишь официально подтвердить статус, но перед этим улучшив техническое состояние. В 1982 году никто не задумывался о системе кондиционирования, тогда очень редко были эти, то сейчас это основное требование. Масштабное требование, система видеонаблюдения должна быть уже в современных, опять же это требование безопасности, то есть в общественных зонах. Системы пожаротушения, датчики, количество их расположения, требования пожарных гидрантов. Стандарты звезд или общие правила работы в туриндустрии не на вы. Отель Александр Хаус сразу по ним и строился. Отсюда просторные номера, телефон в уборной. В 2012 году отель первым в крае подтвердил звездный статус, в ответ получив поток клиентов. Соответствовать ему несложно, говорит Светлана Кругова, и это приводит к порядку, но среди городских гостиниц. А турбазы в сложном положении. Это же все затраты, значит нужно увеличивать стоимость, нужно увеличивать зарплату сотрудникам. И вполне возможно, что некоторые, либо они просто не будут сертифицироваться и проходить эту классификацию, не будут ничего себе присваивать, и их будут штрафовать. А штрафы огромные. Либо они просто, наверное, будут закрываться. Первым федеральный закон затронет самых крупных представителей турсферы. На 50 и более мест. Гостиницы. Их на Алтае зарегистрировано 287. Турбаза их 186. Десятки гостевых домов, домов отдыха. Находятся они в лесах, на берегах озер. И как там обустроить, например, уборную, владельцы не знают. Да и зачем она не понимает. Простая уборная, а там стоит санузел. И люди, которые вышли, они уже всего этого насытились. И вот он утром встал, выспался, его никто не мешает. Птички поют. И он спокойненько пошел в туалет, по саду, цветочки. Кому что надо. Но куда сложнее придется тем, кто не пройдет по площади, уверены в алтайском гостеприимстве. Ведь если и в гостиницах можно перенести стены, то деревянные домики придется разбирать. У них нету разбега. То есть как они будут увеличивать свой домик, если у них, например, 3-4 квадрата на одного проживающего. Правильно? То есть как здесь? А должно быть не менее 4,5. Стандарты работы обязательно уже через год Татьяна Малшев буквально разжевывает владельцам турбаз. Это вторая встреча, но роста популярности среди самых заинтересованных до сих пор не наблюдает. Говорит, о звездной перспективе все еще знают не все. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.